Щелковский район держит планку подъема рождаемости над смертностью в минувшем году 2706 против 2543. Позитивная динамика сохраняется с 2012 года. Цифра рождений могла бы быть намного выше. Картину изменения демографии в отдельно взятом муниципалитете рисует начальник Щелковского управления ЗАГС Галина Авдеева. В связи с закрытием Щелковского родильного дома у нас рождаемость упала. И не потому, что меньше рожать стали щелковцы, а потому что регистрация рождения по Московской области сейчас производится непосредственно в родильных домах и перинатальных центрах. С открытием Щелковья перинатального центра рождаемость неуклонно пойдет вверх, и понятие «коренной житель» будет восприниматься со всей полнотой, полагает Галина Авдеева. Причем выдавать свидетельство о рождении специалисты ЗАГСа будут непосредственно в перинатальном центре. Родители стали более изобретательными на выбор имен. Особенно отличились мамы. Нынче моды на славянские имена у девочек Анастасии, Варвара, мальчиков Святослав, Вячеслав. В 2016-м встречались и редкие по сегодняшним дням имена Забава, Агафья, Добрыни и Федор. Исчезающим стало имя Василий. Всего одно свидетельство о рождении. Високосный год заметно сказался на количестве свадеб. Суеверие это или нет, но факт остается фактом. 1283 супружеские пары были зарегистрированы в Щелковском управлении ЗАГСа в 2016-м году. И многие из них решили отметить это значимое событие именно в этом зале Щелковского управления вместе с родными, близкими и друзьями. В этом же торжественном зале сотрудники ЗАГСа готовы поздравить золотых, серебряных юбиляров, проживших вместе 25-50 и более лет. Для этого оказывается достаточно напомнить о себе. Мы готовы их принять в нашем красивом зале. Мы готовы провести торжественную церемонию. И мы это делаем с гостями, с родственниками. Это очень важно для молодого поколения, для детей, внуков этих пар, чтобы показать именно на примере юбиляров, как нужно любить и жить. В 2017-м начался с повышенного интереса к бракосочетанию. Поступили первые заявления на ближайшие даты и на летний период. Кстати, забронировать дату регистрации брака или расторжения по обоюдному согласию, получение повторного документа можно в любое время через сайт госуслуги. С этого года отпадает необходимость посещать ЗАГСы дважды. Заполнять заявление и прикладывать документы можно будет в электронном виде. Это станет возможным благодаря запуску региональной и федеральной баз данных ЗАГС, что позволит сэкономить время на длительных согласованиях, на которые порой уходят месяцы. Будут вводиться новые коррективы по подаче заявлений, как на заключение брака, так и на расторжение. То есть уже не бронироваться дата, а именно подаваться заявление. Заявленные документы ЗАГС выдает в день обращения. Те же услуги можно получить в МФЦ, но уже в другие сроки. Таков регламент работы «Единого окна». За год количество записей в книгу регистрации актов гражданского состояния превысило 8 тысяч. По оценке Минюста, основанной на данных опроса населения, услугами Щелковского управления ЗАГСа жители района удовлетворены на 100%, говорит Галина Авдеева. Приятно, что столь высокую оценку службы получила в год столетия образования органов ЗАГС Московской области. Щелковское управление приглашает сотрудников, когда-то работавших в Щелковском ЗАГСе, поделиться фотографиями и документами. Собранные материалы войдут в юбилейную книгу о истории органов ЗАГС Подмосковья. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».